Уважаемые коллеги, добрый вечер. Вас приветствует брокерская компания Китфинанс. Меня зовут Василий Евдокиенко, рядом со мной Дмитрий Шагардин. И мы начинаем наш видеобрифинг про акции, на котором в течение ближайших 20 минут постараемся обсудить бумаги Роснефти и поговорим, пользуясь этим поводом, о российской нефтянке еще пару слов. Напоминаю, что про акции это последний из видеобрифингов, которые мы в Китфинанс подготовили для вас сегодня. И в пятницу мы продолжаем идти по нашему традиционному расписанию. В 9.45 видеобрифинг эспрессо, в 11 часов ставки сделаны. Олег Крот и Эдуард Ланчев представят свои торговые идеи по голубым фишкам. Затем в 12 часов Дмитрий Шагардин, видеобрифинг фреш, на котором он будет обсуждать текущую торговлю в России и в Европе. И обсуждать основные идеи, тенденции и новости. Затем в краткосрочном Андрей Архипов о текущей торговле с точки зрения производных финансовых инструментов. И в 16.00 Елена Беляева «Не так страшен чарт». Соответственно, Елена расскажет о своем видении происходящих процессов с точки зрения технического и графического анализа. Вот такой план работы. А сейчас, Дмитрий, тебе слово. Сейчас, одну минуту. Мне надо передать тебе микрофон. Дмитрий, тебе слово. Давай порос нефти. Постараемся так вкратце, потому что гигант. Вроде много информации по ней. Да, Дмитрий? Да, всем добрый день. Давайте в двух словах попытаемся описать компанию. Основные прогнозы, основные рыночные коэффициенты и последнюю отчетность проанализировать. Так, чтобы примерно давать оценку на ближайшую перспективу. Руснефь – это крупнейшая гроссерстная компания. Трифлот оценивается 25%. Сейчас идет активное обсуждение в правительстве вопроса о том, когда же нам приватизировать еще часть акций компании, доведение контрольного пакета государства до уровня 51%. Ну, где-то вот в этом районе, да. То есть выпустить на рынок еще дополнительно акции. Но здесь опять встает вопрос очень серьезный перед правительством. И сейчас речь ведется о том, что цена текущей котировки компаний, которые готовятся к приватизации, которые уже вышли на рынок, это Роснефть, ВТБ и Сбербанк, должны быть выше цены IPO. По Роснефти, насколько я помню, 204 рубля была цена IPO. Соответственно, речь о приватизации может идти только в том случае, если котировки будут выше этих уровней. Хотя про Роснефть цена 220 рублей. Да, но тогда обсуждали, в смысле сейчас идет обсуждение про долларовые цены. Сравнивая с 2006 годом, рубль у нас немного ослаб. И, соответственно, там размещение шло по 7 долларов 70 центов, и это где-то примерно 230. Но, в общем, около цены размещения мы сейчас находимся. Так что по этому критерию Роснефть подходит. Именно поэтому, я думаю, что и обсуждают историю с тем, что нефтянку оставить вот так по цене размещения, а для банков этот уровень снять, потому что, ну, понятно, что ВТБ очень нескоро вернется к тем уровням, на которых он размещался. Так что эта история, ну, на самом деле, мало отношения имеет сейчас вот к Роснефти. Да. Окей. Итак, давайте попробуем проанализировать ту отчетность финансовую, которую мы получили совсем недавно, то есть недавно, отчетность за третий квартал 2011 года. Все цифры выражены у нас в миллионах долларов. Итак, что мы имеем по третьему кварталу 2011 года? Выручка, показатель выручки неплохо смотрится. Лучше, чем по второму кварталу, и лучше, намного лучше, чем по аналогичному периоду прошлого года. Прошлого года, правда, здесь что-то я вот не вижу того самого прошлого года, но, тем не менее, здесь тенденция по роста выручки очевидна, начиная с 2009 года. Ну, стоит отметить, что текущие оценки на четвертый квартал по Роснефти по показателю выручка стоят чуть ниже, чем по третьему. То есть на уровне до второго квартала здесь, по всей видимости, отчетность, которую мы с вами получим уже в следующем году, по последнему кварталу 2011 года, будет чуть хуже. Это надо понимать, это надо знать. Тут надо сразу же отметить, что и по третьему кварталу ожидания аналитиков были ниже, то есть Роснефть отчитывалась лучше. Здесь, ну, понятно, идет обсуждение того, что, соответственно, идет негативная динамика на рынке нефти, поэтому это должно сказываться. С другой стороны, надо сказать, что новый режим налогообложения, а 66 – это, соответственно, косвенные налоги, которые формируются до того, как нарисовать выручку, соответственно, благоприятное влияние скажется уже на топ-плайне, поэтому здесь будет тоже свой дополнительный позитивный момент, поэтому я думаю, что аналитики скорее осторожничают. Но вот с прибылью, да, можно согласиться. Я думаю, что по четвертому кварталу будет выше того, что мы видели в предыдущих двух. Да, перешли мы сейчас к показателю чистой прибыли по компании Роснефть и по итогам третьего квартала, как вы все прекрасно сейчас видите на своих экранах, чистая прибыль оказалась на уровне второго квартала 2011 года, даже чуть-чуть пониже при росте выручки, да, соответственно, довольно неплохому. Но на четвертый квартал как раз-таки рынок ждет роста чистой прибыли до 3 миллиардов долларов. То есть ждет снижение выручки, при этом ждет рост чистой прибыли. Здесь, соответственно, надо искать статьи в учете прибылях-убытках, которые как раз находятся между срочкой выручки и между срочкой чистой прибыли, Там, видимо, себестоимость и различные виды расходов. Так, ну, на этом внимания не будем заострять. Нам важно ожидание на четвертый квартал. Ожидание мы с вами только что увидели. Дальше, о чем хочется поговорить, что хочется отметить, естественно, показатели расчетные, так называемые EBITDA и различные показатели рентабельности. И рентабельность по итогам третьего квартала по EBITDA, к сожалению, немножко снизилась. Она держалась выше 30% в четвертом квартале 2010 года, в первом квартале 2011 года. Но вот от месяца к месяцу начинает постепенно снижаться. Это все-таки такой немножко негативный сигнал. Тоже касается у нас и операционной маржи, то же самое касается у нас маржи по чистой прибыли. Здесь я думаю, что это эффект от особенностей налогообложения. У нас просто величины налогов на добычу полезных ископаемых рассчитывается по ценам предыдущего периода. Соответственно, когда растущий тренд, это благоприятно сказывается на рентабельности компании. Когда тренд идет вниз, то, естественно, у нас по прошлому месяцу, если считаются налоги, то тогда ситуация хуже для нефтяных компаний. И, соответственно, весь третий квартал у нас легкое снижение было, поэтому нефтяные компании, так скажем, проигрывали немного в этом отношении. Поэтому я бы особо не заострялся на вот... Да, но тут важно понимать, что цены на нефть, в общем-то, сохраняются примерно на тех же уровнях, даже чуть-чуть пониже. И тем условием, что цены чуть-чуть упали, поэтому, может быть, даже ситуация улучшится несколько, именно из-за особенностей налогообложения. Что касается распределения выручки, то по итогам третьего квартала Роснефть от поставок нефти и нефтепродуктов в Европу получила больше 50% своей выручки. То есть при оценке финансовой отчетности мы должны учитывать фактор так называемых валютных рисков. И именно в нашем случае, ну, нефть вообще в долларах у нас обычно рассчитывается, поэтому тут прежде всего курсу доллара надо все привязывать. В России от продажи нефти и нефтепродуктов в России Роснефть получила 20% выручки, в Азиатский регион также 20% выручки. Ну и дальше там совсем небольшие объемы были по другим регионам получены. Таким образом делаем вывод о том, что, еще раз подчеркиваем, что 55% выручки компания делает у нас на рынке Европы благодаря поставкам в этот регион. Так, дальше, дальше, дальше. Здесь я бы, кстати, когда обсуждаем географию поставок, сразу бы перешел к стратегическим идеям, которые связаны с Роснефтью. А именно с активностью, которую компания показывает на восточном направлении. Мы знаем, что компания активно развивает месторождения в Восточной Сибири, участвует вместе с Транснефтью в проекте по поставкам нефти в Китай. Плюс не так давно российская нефть впервые была поставлена на восточное побережье Соединенных Штатов. И здесь тоже у нас участвовала в этих проектах Роснефть. Соответственно, это такое важное, новое и прорывное направление и главное направление для развития компании на ближайшие годы вперед. Поэтому сейчас Азия немного занимает, мы видели, примерно столько же, сколько Россия потребляет, производит, генерирует выручки. Но дальше эта часть будет увеличиваться, и это, скорее, благоприятный фактор для развития компании. Да, мы это отметили. И к нашему любимому показателю общий долг к EBIT, показатель долговой нагрузки, то здесь отметить стоит, что, в общем-то, компания не обременена серьезными долгами. Это все-таки в наше время очень важный фактор. Долгов очень мало, здесь они полностью находятся под контролем компании. Это тоже очень хороший сигнал. Долг к EBIT до полпроцента, это означает, что в течение полугода компания из операционных доходов может полностью рассчитаться по своим долгам. Соответственно, долги просто чисто операционные вещи какие-то, разрывы в ликвидности покрывают и не составляют какой-то серьезной проблемы для компании. Естественно, это очень неплохо, как Дмитрий сказал, в наше тяжелое с точки зрения кредита время. Да, теперь перейдем к окошку под названием сравнительные рыночные коэффициенты, которые нам помогут оценить компанию среди ее основных конкурентов, прежде всего, компаний российских, и дать нам понимание того, дорогая ли сейчас компания, либо она недооценена относительно своих конкурентов. В общем-то, для этого расчетные рыночные коэффициенты и существуют. Что здесь хочется отметить? Ну, давайте сначала про капитализацию. Два слова скажем. Капитализация компании 2 триллиона 340 миллиардов рублей. Компания, естественно, меньше по капитализации, чем Газпром. Газпром 4 триллиона 240 миллиардов рублей стоит, но значительно больше своих прямых конкурентов. Лукойл, Новотек, Сургутнефтегаз и так далее. То есть крупнейшая по капитализации именно нефтяная компания России. Так, с начала года у нас изменений здесь нет, но ничего страшного. Коэффициент ПЕ, так называемый, 5.46, что, в общем-то, не так уж и дешево, с одной стороны, но я бы сказал, что не так и дорого. Хотя, скорее, он в верхний сегмент попадает среди российских компаний. Да, вот если смотрим на тот же Газпром, тут коэффициент 3.28. Смотрим на Лукойл, основной конкурент Роснефти здесь, коэффициент 3.73. Ну, не то чтобы в два раза, но почти что в два раза меньше, чем по Роснефти. Поэтому в сравнении со своими основными глобальными конкурентами на российском рынке Роснефть смотрится, ну, чуть-чуть все-таки дороговато. И вот с моей точки зрения, Василий, ты как считаешь в этом плане? Если смотреть по коэффициенту П на Е, то да, дорого. Но надо учитывать то, что это компания, которая показывает рост добычи, да, там 3%. Это с Башнефтью, конечно, не сравнить, но, к слову, и Башнефть в прошлом показывала где-то примерно 15% роста по добыче, проводя интенсификацию добычи в своих месторождениях башкирских. И она стоит сейчас где-то 6 прибыли, то есть дороже, чем Роснефть. То есть инвесторы платят премию за компании, которые быстро развиваются. Но, если честно, я думаю, что разрыв достаточно велик, и по сравнению с Лукойлом слишком дорога компания. Вот это бы я хотел сказать. Но, с другой стороны, Сургут, да, совсем 8,38 стоит. И, ну, это правда, да, это разговоры про кэш на балансе, да, и про совсем такое шоколадное существование компании. Думаю, что с этим связана такая высокая оценка. Да. Так, и здесь у нас есть изменения. Сначала года что-то я здесь тоже не вижу. Ну, в общем-то, Роснефть, так, у нас есть изменения за полгода, да, здесь минус 10%, по Газпрому минус 13%, по Лукойлу минус 4%. Ну, здесь, в общем, да, такая ситуация. Так, и так, и так, и так, и так. Давайте теперь взглянем. Ну, в общем, мы приняли решение о том, что компания тут в нашем случае не самая дешевая, не самая дорогая. Все-таки есть, наверное, кандидаты поинтереснее, да. Но я для себя отмечаю Лукойл среди этого списка. Давайте посмотрим в двух словах на график Лукойла. Здесь вам представлен сейчас на экранах объемный график по Роснефти. По Роснефти за последние 50 торговых сессий. И что здесь надо отметить, что очень сильные уровни поддержки по акциям находятся в районе 195 рублей. Это максимально накопленный объем у нас по октябрю месяцу. В ноябре максимальные объемы скопились в районе как раз-таки 210, точнее, 215-220 рублей, где, в общем-то, котировки сейчас на данный момент и находятся. То есть такая очень сильная проторгованная зона ноября, на которой мы сейчас, в общем-то, и застряли. В том случае, если налаживается ситуация со внешним фоном в Европе, и решаются вопросы долговые европейские, мы встречаем так называемое новогоднее ралли предновогоднее, то, конечно, мы можем вырваться из этой области сопротивления уровень 220 рублей и пойти повыше. Что здесь хочется отметить? Ну, отмечаю просто вязкость уровня от этого 220, уровень такой притяжения все-таки, судя по объемному графику. Далее, что касается прогнозов наших коллег по Роснефти, на текущий момент по компании проведены анализы со стороны 20 инвест-домов и 17 из этих инвест-домов, то есть 85%, рекомендуют бумагу к покупке. Целевая цена 306 рублей на ближайшие 12 месяцев. В текущей котировке, повторюсь, 220 рублей. Таким образом, потенциал очень неплохой, ну, почти там меньше, чем 30%, да, если я не ошибаюсь. Ну, от текущих почти 50%, да, 220 до 306, да, почти 50%. Ну, с одной стороны, да, с другой стороны, как-то мне сложно говорить. Ну, здесь, смотри, какая история, мне кажется, разыгрывается. Дело в том, что Роснефть долго считалась, ну, такой парей, компанией изгоем, в связи с тем, что она была создана на активах Юкоса, да, и это такой спорный проблемный актив, который перешел, по мнению наших зарубежных коллег, не совсем честно, во владение государства отошел после вот этих политических разборок. Соответственно, крупные фонды избегали инвестиций в эту компанию, и это, естественно, влияло негативным образом на инвестиционную привлекательность компании. Но вот сейчас, после того, как летом были подписаны договоры с ExxonMobil, с крупнейшей мировой компанией по капитализации, это такой грант американского бизнеса, существуют такие разговоры о том, что это такое, скорее, выписанное амнистия, что ли, и зеленый цвет в мировой клуб признанных компаний, и, естественно, это такой, ну, скорее, благоприятный фактор для... Ну, тут опять-таки сложилась, я прекрасно помню, ситуация, которую сейчас расследует ФСФР по поводу того самого роста котировок, необоснованного как раз-таки перед заключением этого соглашения с ExxonMobil. Вот буквально, по-моему, вчера, позавчера проскакивали эти новости уже о том, что сейчас начинается активная фаза расследования необоснованного роста котировок акций Роснефти. Ну, посмотрим, чем все это дело закончится. Я очень удивлюсь, если чем-то конкретным закончится. Ну, да, поэтому тут, скорее, все-таки новость позитивная, безусловно, да. Я в этом плане соглашусь, но 50% я бы не ждал в последующем году, потому что, в принципе, в последующем году не жду сверх какого-то серьезного роста на фондовых рынках, и от этого и нефть, скорее всего, будет тоже не пользоваться суперогромным спросом, поэтому потенциал есть. Бумага, безусловно, должна быть... А, Дмитрий, а давайте посмотрим по Лукоилу прогнозы по аналитикам. Ну, давайте посмотрим. Так, мы запомнили по Роснефти, это почти 50%. По Лукоилу текущей котировки 1711 рублей прогноз 2408 рублей стоит. Здесь тоже, как говорится, стронгбай. Сейчас я постараюсь прикинуть, сколько же там закладывают ведущие инвестдома по 30% по Лукоилу. По Лукоилу 30%. На Роснефть даже смотрят с большим оптимизмом. Какая текущая котировка? 1700? А, ну да, да, да. Да, 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 там чуть-чуть побольше, чем 30%, естественно, но примерно одинаково смотрят все. Я бы сказал, больше потенциал вкладывают в Роснефть, но тут, думаю, учитывается история с тем, что Лукоил немножко теряет в темпах развития, и у него нет новых месторождений, и старые месторождения постепенно истощаются, но, по-моему, слишком пессимистично на Лукоил, я бы больше на эту компанию ставил. Но согласен с тем, что, наверное, Роснефть должна быть в портфеле, и здесь потенциал существует, потому что компания генерирует хорошие новости, она хорошо отчитывается, наращивает добычу, выходит на новые рынки сбыта и активно участвует в разработке Восточной Сибири, а это, наверное, самое перспективное в долгосрочной перспективе направление в российской нефтянке. Поэтому компания, ну такой пилот, что ли, не пилот-чемпион российской нефтяной отрасли, и, опять же, повторю, мне Лукоил нравится больше, но это не значит, что Роснефть не должна быть в портфеле, и вот те ожидания, ну там 40-30-40% роста по Лукоилу на ближайшие 12 месяцев, я считаю, что вполне оправданные оценки. Такое мое мнение. Я согласен, ну любой все-таки уважающий портфель должен держать в себе хоть немного небольшую акцию, как и Газпрома, так же и Роснефти, ну, естественно, диверсифицированный портфель не только должен держать бумаги нефтянки, но и остальных бумаг перспективных, о которых мы с Василием очень много говорили в наших других видеобритингах про акции. Можете ознакомиться с ними на нашем канале YouTube.combroker.kf. Сейчас предлагаем вам, наверное, закончить нашу вот такую флэш-оценку компании Роснефть, и остаемся с вами на 10 минут в чате, постараемся ответить на вопросы, которые у вас сейчас возникают. И всем большое спасибо. Через 5 минут начнется пресс-конференция господина Драги по поводу процентных ставок. Я думаю, всем будет интересно сейчас послушать, что же там европейцы нарешались со своей монетарной политикой, дадут ли старт или продолжение тому самому ралли, которое поможет и акциям Роснефти неплохо себя показать. Всем большое спасибо и до свидания. До новых встреч. Вопросы ваши видим. Сейчас в чате на все ответим. До свидания.